и снова здравствуйте дорогие друзья и коллеги сегодня 1 апреля но я бы не рискнула сильно много шутить скорее наоборот у нас сегодня будет очень серьезная тема я немножко даже переформулировал речь шла книги знаний но сейчас самое время о том чтобы поразмышлять на той ситуации в которой мы находимся сейчас таких много но ясно что одно из вещей которые первые будут в первую очередь будут будем мы стараться осмысливать это то что будет с информацией с нами ну и конечно с книгой на которой мы все причастны ну вот я здесь привел цитату антонио гутерриша генсека он который говорит нет смысла воспроизводить экономику прошлого очевидно что многое необратимо изменится в нашей жизни нам следует использовать эту напряженную ситуацию привели превратить ее возможность усовершенствовать экономику то что многое необратимо изменится в нашей жизни с этим наверное согласны уже все и как раз самое время пока мы по домам уже начать размышлять о том что может измениться изменится она лучшую или худшую школу направление но вообще такие вот цезуры в жизни вы со мной согласитесь полезны когда мы можем немножко посмотреть на себя со стороны поразмышлять ну и не только вот о повседневности о том напряжении в которые нас вторгла эпидемии ну немножко побольше повыше посмотреть на все сверху вот такие вот события они задают метрики жизни потом о них вспоминаешь и даже сегодня понимаешь что это вот те моменты даже в истории человеческой когда меняются русло жизни и социальных движений и то что мы с вами будем теми кто меняет это русло это тоже очень важно вообще я думаю что мы в наше спокойное время слишком спокойно с точки зрения истории наверное стали слишком беспечной слишком обленились и это самый повод чтобы немножко взбодриться а затем стать немного мудрее немного осторожней ну и конечно извлечь уроки урок любого урока стать немного ближе к тому чем мы хотим быть о чем мы думаем чему мы стремится сегодня очень многие уже начинают загадывать будущее что это изменится конечно изменение будет достаточно много и серьезных ну в первую очередь говорят о том что под вопрос встает глобализация слишком много все переплелось и вот когда такое испытание все сразу как карточный домики разрушилась наверное изменится отношение к медицине станет серьезней изменится отношение к экологии планеты бесспорно изменится экономика ну и сфера образования в которой мы мы находимся изменится я думаю наши повседневные практики и вот то что сегодня происходит это своего рода некий эксперимент в котором мы к чему-то привыкаем что-то осваиваем заново ну и наверное вот мы сейчас все сидим или домой работаем по домам вот наверное после этого сильно сместиться границы между работой и домом между онлайн и оффлайн если раньше это было действительно границы сейчас все поймут что можно довольно гибко перепрыгивать между одним и другим в общем многое изменится но главное изменится наша коммуникация а соответственно изменимся вместе с ней и мы и вот эпидемия стала конечно своего рода тестом и испытанием на проверку мы уже очень много говорили и говорим о цифровом обществе ну вот на проверку действительно оказалось она до цифровым или пост цифровым на какой действительно стадии этой цифровой мы себя зафиксировали стало очевидно что цифровые технологии нас не подвели все остановилось но мы не перестали общаться это конечно огромное достижение вот того нового формата и статуса представьте если бы сейчас не было такой коммуникации если бы пандемия загнала всех дома не давая возможности общаться друг с другом вот тогда бы действительно начался настоящий страх и ужас и в отличие от окружающей реальности виртуальная реальность не пошатнулась интернет сми онлайн видео онлайн игры и онлайн образование они практически не заметили изменений все было сегодня как вчера однако легкость коммуникации это уже обратная сторона именно она превратила эпидемию в пандемию осторожность в панику вот это легкости свободы перемещений между границами сразу буквально в один-два месяца распространила все по миру а то что мы с вами общаемся это как раз и породила панику которая вот мотивирует политиков и провоцирует каким-то очень жестким решительным действием наверное если бы не было паники а было все спокойнее все протекала по-другому ну и в целом да по нашей коммуникации мы можем коммуницировать но мы не можем встречаться путешествовать говорить друг с другом и в плане коммуникации это так конечно тоже особая ситуация и еще один одно показатель нашего состояния как отреагировал на это цифровая экономика глобализированная экономика основаны на цифровых транзакциях виртуальных операций на этих всех придуманных фьючерсах и терять и деривативов которые там не с реальными уже работают ценностями с виртуальными экономика которая основана на глобальных цепочках вот это тоже не сработало и мы с вами увидели что вот эта цифровая экономика споко способна вспыхивать как бумага панически реагировать на все это тоже следствие вот того 0 нового качества коммуникации с которой мы имеем дело ну и что касается нас образование тоже стало понятно что мы не а как мы оказались не готовы к цифровой реальности в тот момент когда нам нужно было перейти на дистанционное образование это оказалось вызовом на который мы не способны удовлетворительно ответить так положа руку на сердце и не смогли поддержать процесс без существенных сбоев и изменений так вот отбросит нас назад это и вперед что будет дальше сейчас все говорит о том что придется ускоренно оцифроваться что все что было до того оказалось недостаточно и в частности в нашей образовательной сфере сегодня каждый преподаватель даст даже если он был очень далек от этих всех дистанционных и виртуальных вещей он должен будет получить компетенции цифрового образования и быть полностью образованным готовым умеющим делать это все сегодня это не так я бы сказал в этом личная оценка две трети преподавателей далеки от дистанционного образования ну а если судить о цифрах мы судим по статистике нашей эбс у нас реально работает преподаватели где-то 10 процентов от всех зарегистрированных системе остальные очень эпизодически и не использует реально своей практике вот так что достижение очень скромный к настоящему моменту но дело не в этом пока мы сегодня представляем что будет дальше и куда нам нужно бежать действительность может оказаться совершенно другом месте и вот мы задумываемся о цифровом будущем но окажется ли она в том месте куда мы бежим в том месте куда мы его проецировали совершенно не обязательно и вообще будет ли она таким каким каким мы его себе сегодня представляем какое место в нем будет занимать вообще то что является сегодня основой нашего информационного мира все это остается неопределенным будущим до сих пор очень неясны и особенно такие моменты хотя именно вот сегодняшнее состояние дает уже некоторую определенность куда мы будем бежать и что это будет за мир ну а самое главное что интересует нас с вами это что будет с книгой с информационными сми сегодня слишком много говорят о форматах там цифровая она электронная книга там или печатные то же самое сми на самом деле нужно говорить и задумываться гораздо глубже что вообще будет с информацией и что будет с нашим сознанием вот эти вопросы я хотел бы сегодня поднять и осветить свою точку зрения но прежде всего вот что будет непосредственным будущем можно судить вот по той петиции представители книжного бизнеса рай в россии которые буквально на днях довольно много алармистских обращения о помощи и по сути дела здесь предсказано что будет ближайшем будущее с книгой не только вот цитирую вам мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы которые поставят книгу и книжную отрасль как мы ее знали на грани выживания не будем вдаваться в рассуждение о том что книгу целеет перейдя полностью онлайн и утратив свою материальную форму речь идет о сотнях тысяч людей занятых сегодня в индустрии самый древний технически из ныне существующих даже сейчас при добровольной самоизоляции социальном дистанцировании книжные магазины как и весь малый бизнес находится под угрозой уже наблюдается спад продаж на уровне 50 60 процентов а если будет введен карантин магазина обречены а те кто выживут будут вынуждены беспрецедентно поднять книгины цены на книги книги перестанут быть доступны как большинству читателей так и библиотекам станут предметом элитарного потребления ну вы видите здесь гораздо такой большой спектр очень предсказаний и многие из них не раз будут сплывать сегодня моих рассуждений предмет элитарного потребления то нападение которые вот уже неминуемо предсказывает от 10 до 50 процентов падение книжного рынка ну и с учетом того что он сам по себе в наши дни очень неустойчивые все это более чем реально но я бы хотел не отслеживать как уходит книги то есть просто наблюдать не понимая что происходит вокруг а задуматься о каким-то основах об источниках ну прежде всего конечно начнем с выводов о которой ясны уже сегодня те кто работают с цифрой продолжают работать а вот те кто работают с матери оказались на паузе и на книгах это очень очевидно ну и ясный вывод что после кризиса цифровые компании такие как google apple яндекс amazon и прочее они станут еще прочнее чем сегодня а вот материальные носители информации оказались нестабильны то есть цифровая информация оказалась надежнее виртуальная коммуникация стабильный вот этот вот парадокс парадоксальный переворот маркирует очень важный на мой взгляд исторический переход революцию симулякров уже более полстолетия как философы рассуждают постмодерне а вот этих симулякров то есть симулированной реальности знаках это выдуманный информационный цифровой виртуальный по любому реально реальности которые вот на протяжении этого времени все больше становятся все реальные реальные и где-то заслоняла реальность настоящую но тем не менее всегда у нас оставался критерий что настоящая это реальность она надежнее устойчивее а вот эти вот симулякры мы их во всяком случае умеем имеем возможность разоблачать вот сегодня когда подлинная реальность не прошла проверку материальная реальность а вот как раз виртуальная реальность совершенно превосходно выдержала теста получилось все наоборот то есть это вот симулякры оказались более подлинными чем наша реальность на которую мы всегда рассчитывали и надеялись и вот наверное здесь какой-то вот ключик к перемене понятий и перемене наших представлений ну понятно что уже что это повысит акции степень доверия к цифровым формам информации соответственно на не цифровые формы будут все более дискредитированы и комментироваться восприниматься как анахронизм и то что может базироваться и на тех и на других технологии этой книги сми вообще системы коммуникации будут стремиться базироваться на цифровых технологиях вот таким образом мы реализовали тезис постмодерна информация и есть реальность вот это двоякость и параллельность она каким-то образом от на от нас уходит на самом деле мы двигаемся к этому давно и даже вот когда говоришь о книге книги уже сегодня они и создаются автором и готовиться в издательстве и все что с ними происходит это происходит ну подготовка цифровом формате только уже последний акт сам тираж это трансформация цифрового формата в материальный книга она уже давно по цифровой тем не менее 90 процентов книжного рынка составляет именно печатный формат ну так же как например 90 процентов кино кинорынка денег приносит прокат в кинозалах тоже можно сказать оффлайн режим вот эти все цифры будут теперь наверное стремительно меняться и будет происходить ускоренная смена привычки если кто не умел не хотел не любил читать книги с экрана будут их читать и так кто не очень много смотрел кинофильмы с экрана будут привыкать их с большим комфортом смотреть дома и скажем так и даже если цифра отберет пятьдесят процентов от этих 90 это будет уже совсем другой мир совсем другим информационным поведением мы не ждем сегодня совершенно новых информационных форм но вот когда это охватывает всех когда те открытия которыми пока еще пользуются только айти гики становится стандартным вот тогда именно и меняется информационное поведение и наша вся информационная среда и что же это за среда вот здесь я бы привел мысли и цитаты современного философа андрея риквитса из его книги общество сингулярности в своей книге он пишет о том что мы находимся на переходе от индустриального общества к постиндустриальному к информационному обществу но об этом говорят все но что это такое вот андрея риквитс утверждает и акцентирует на том отличие что если индустриальный индустриальное общество прежде обеспечивала массовость шаблонизацию обслуживала коллективные коллективность так скажем коллективные запросы то вот информационное постиндустриальное общество она меняет полностью фокус она работает на индивида озабоченного озабочена особенным она обслуживает индивидуальность и вот собственно то общество которое формируется в результата в результате это общество сингулярности и единичность и едини единицы индивида то есть меняется сам фокус технологической задачи информационное общество должно обслуживать индивидуальный запрос а не нести коллективную информацию чем занималась пропаганда и сми и собственно тот фокус который был свойственен прожилому обществу и вот из этого нового статуса сингулярности и ориентации на него вытекает это мы будем видеть и в других чертах изменений но прежде всего я бы сейчас остановился на когнитивных изменениях которые ждут нас и катону смысл когнитивных изменений происходящий в этом контексте вот мы с вами знаем из истории науки философии работа индивидуального сознания опирается на реакцию органов чувств на внешние раздражители вот этому учат сенсуализм лог наша традиционная школа результата обработки данных чувств далее формируется совершенно особым образом свойственным разуму и об этом наша философская традиция когнитивизма сенсуализма частности канта из идея о том как работает разум формировалась на основе выработки логических форм и религиозных представлений это то что нам принесла философия на своем классическом классических представлениях теперь о социологии и об общественном сознании оно функционирует на основе уже не индивидуальных идей а специфических общественных идей формирующихся в обществе задающийся код наших объясняющих моделей и здесь наверное ключевое понятие которое было бы важно и интересно это коллективные представления дюргейма вот которые определяют наше общественное сознание форма коллективных представлений определяется тем как они передаются в обществе как осуществляется коммуникации здесь вовлечено все и радио телевидение школа семья социальные институты вот посредством их мы перенимаем эти идеи интерьоризируем и живем собственно в согласии с ними вот цифровизации социального бытия она изменяет эти формы коммуникации и она осуществляет коммуникацию по совершенно другим правилам но прежде всего это олицетворяет сам интернет то есть структура социальных сетей связавшие друг друга проводом это совершенно происходит уже по другому чем то что было столетиями и тысячелетиями раньше мы с вами уже видим вот эти изменения которые вот эта новая структура сознание с собой несет и принесла глобальные производственные цепочки мгновенные финансовые транзакции сверхпроводимость информации связность всего со всем это все реалии последних десятилетий и вот эти вот технологии они программируют наше сознание наш мозг стал функционирует по схемам задаваемым математическими моделями кибернетики то есть все вот эти вот особенности глобальные производственные цепочки связаны всего со всеми компьютерные сети это технические вещи которые заставляют нас работая по ним условно говоря думать так как они устроены это с одной стороны с другой стороны есть движение обратное вот прежде чем например понять их нейросетей сегодня когда говорится в искусственном разуме выносится идея того чтобы вот эти вот компьютерные сети строить по подобию того как мы представляем работает это мозговые нейросети и выдвигается идея единства функционирования механистического искусственного разума и человеческого разума и мозг здесь представляется как сеть мириадов процессов простых процессоров и в общем какой-то делается попытка парализировать и структуры нашего природного мозга и структуры искусственных компьютерных сетей представить как некая единая система в общем и со стороны нашей жизни происходит программирование по вот этой сетевой схеме и со стороны того как работает наш мозг мы тоже как бы движемся к этому единству парадокс который бы я хотел бы обратить внимание сегодня все говорят и хотят думают о том что машины будут мыслить как человек но происходит совершенно обратной не машины будут мыслить как человек а человек будет мыслить и уже во многом мыслит как машина ну вот это можно сказать так как иллюстрируется вот этот вот переход видите все можно подать очень красиво человек как был и останется природным существом но вот то вот что справа эта схема уже совершенно по-другому отражает вот наши внутренности наших мыслей наших смысловых смысловой коммуникации и разницу сейчас я покажу с чем в чем с чем надо сравнивать и от чего собственно это все отталкивается чему это является противоположность противоположность всей нашей истории человечества нашего мыслительного капитала и мыслительных способностей вначале было слово мы это знаем и действительно во многих смыслах слово по древнегречески логос знания структура истины и мы с вами и привыкли еще даже помним об этом что всегда в истории человеческому руководило представление о единой истине истины с большой с большой буквы я его называю сейчас в нашем контексте базовом знании существовало какое-то базовое знание и все остальные знания вытекали из него и вели к нему вот это вот структура она угадывается и видится во всем и самое главное что общество как социальные системы в истории всегда заботилась о стабильности этого базового знания ну основное время истории это истины с большой буквы ассоциировалась с богом и соответственно общество боролось чтобы все так думали общество боролось с еретиками как с самым большим злом и значит откуда это исходит ну в мировоззрении вот это вот базовое знание опиралась на представление божество на религию по сути было это было религиозная структура мировоззрения в других сферах эта же самая структура она опиралась на логическую структуру суждения ну вообще на представление человеческой логики постулатом и поиски аксиомах из которых выводится или на них опираются все остальные знания формировались иерархии знаний иерархические комплексы теорий и наконец практических областях государства общества во всех сферах тоже существовали авторитеты то есть некие основы на которые все все опирались и вот эта вот структура формировала патриархальные иерархии власти иерархии влияния иерархии поведения здесь наверное можно ключевой поставить фигура отца и отец бог и отец нации всегда существовал и отец в роду отец в семье вот эта структура вы хорошо знаете она пронизывает все наше социальное бытие но все таки акцентирую на том что она опирается на иерархии разума на то как мы представляем и как мы формируем свой смысловой мир вот в религиозном контексте примерно так как слева по нисходящей ниспадающей а в логическом форме вот примерно как справа вот это по сути дела модель и обществ и прежде всего конечно наших знаний вот это знание я еще введу одно мое сугубо понятие это вот представление структуре знаний отражалась в структуре все и все информации которая пронизывала человечество и я ее называю феноменом длинного знания супернарратива то есть всегда нужно было описать вот эту структуру вот это снисхождение объяснить его и построить в соответствии с ним всю нашу жизнь ну вспомним ключевые имена здесь типовые аристотель первый написал и воспроизвел это логики построения наук по этой иерархической модели вот а гегель очень яркий метафизик он то же самое реализовал в виде науки логики наукой которая показывает как вот путем развития диалектического из бытия и небытия и самих оснований начал вытекает и постепенно выводится все остальное но сегодня время больших философских теорий прошло которые объясняют все мироздание сверху донизу вдоль этой иерархической структуры информации ученые замечают что это время прошло и в других отраслях знаний ни в философии ни в теориях ушли так называемые большие теории мета теории ученые ученые пишут и философы тоже пишут статьи о своих частных проблемах исследований они уже даже не пишут монографии прошло время длинного знания оно не востребовано и вот эта вот вещь она заметна и во всех наших сферах остальных жизней в них наблюдается такое же крушение базовых знаний иерархии авторитетов жизнь либо либерализуется динамизируется ослабляет социальные институты властные вертикали моральные основы вот это и есть пришествие общества сингулярности где все вроде бы связано совсем но совсем под другим способом чем это было раньше вечная истина релятивизируется каждый верит в своих башков создается плюрализм мнений вер и истин вот так трансформируется наша информационная структура общества а в сфере образования происходит переход с доктрины базовых знаний где для которых было свойственно пассивное усвоение длинных знаний вот та модель которую мы до сих пор ориентировались в образовании пассивное усвоение неких там важных базовых знаний основных переход на модель компетенций умение быстро включиться в новый предмет найти практически применение знанием сегодня говорят молодежи что она там ничего такого основного не знает а умеет просто быстро там сопрягать одно совсем быстро включаться переключаться не зная основ вот в чем-то это там справедливо но этот и несет наша цифровая коммуникация цифровая среда учит мобильной навигации быстро перепрыгивать с формата на формат гибко менять информационные источники самостоятельно находить информацию сингулярность самостоятельно формирует свое информационное поле и его обслуживают информационные потоки информационные услуги сферы услуг блогеры сети цифровые каналы все это уже очень сильно отличается от той постановки вопрос которая была еще какое-то время назад когда авторитеты определяли что мы должны знать сегодня это определяет сингулярность то есть сами люди или какие-то группы интересов какие-то общество разбитое на вот эти вот единицы в общем происходит мы это наблюдаем переход от длинного знания к короткому мобильному знанию и что очень важно для нас книга знаний по сути дела это олицетворение и форма длинных базовых знаний и практически книга в любой своей форме является вот таким отождествлением с вот этим видом знаний ну прежде всего ключевые формы книги учебники роман мы долгое время продолжаем учиться по учебнику то есть компедиуму компедиуму обобщенных знаний по предмету мобильный компетентности подход сегодня разрушает учебник потому что не нужно воспринимать пассивно знания а нужно уметь их применять совсем другие навыки требуются и учебников очень много по каждому предмету в конце концов учебник вот с большой буквы будет убита вот этим вот огромным количеством учебников и их падением их значимости это все происходит романы немножко по-другому в другой сфере это художественно эстетическое восприятие это удовольствие но это тоже длинный нарратив сюжет романа это воспроизведение модели длинного знания развязка кульминация развязка вот сегодня жизнь не позволяет жить длинно на его место приходит сериал сериал вроде бы тоже длинен но на самом деле он силен тем что в него всегда можно и войти и выйти он скорее мозаичен он как раз сетевой у него нет начала и конца он разрушает роман ну и самое главное вот сегодня многие эксперты отвечают что чтение становится все больше в общем мы не перестаем читать в день читает более двух с половиной часов как показывает статистика но вот на чтение книг уходит только одиннадцать минут три процента всего это времени романы еще пишут но кто их будет читать имея ввиду что он на них уходит одиннадцать минут монографии тоже все еще пишет но их никто не понимает не покупает все мы понимаем пришло время постов подкастов серии роликов вебинаров пришло время малого жанра и когда иной раз видишь в ютюбе статистику кто посмотрел вот этот вот ролик или подкаст и видишь там сотни тысяч или миллионы просмотров и смотришь на свою издательскую полку в которой сто экземпляров книги уже становится довольно серьезным достижением и понимаешь какое реальное соотношение сил значит ли это что время книги прошло вот сейчас постараемся поговорить о том что же значит и что остается за книги знаний есть время разбрасывать камни и по сути дела вот это вот информации знания сейчас обширно и активно разбрасывать но есть время и собирать камни и должен быть тот кто собирает камни и должно быть это хранилище где они собираются и вот новая функция книги о которой мало говорится но сегодня стоит как раз говорить о ней это книга музейная это функция музейная сохранить знания от разбазаривания сконцентрировать их собрать ну прежде всего что о книге вообще что она содержит информацию или знания задумаемся что это отличается друг от друга информацию содержит компьютер это данные и прежде всего необработанные данные массивы данных а вот знанием владеет человек это всегда обработанные информация это уже поданное в человеческой размерности книга своего рода двуликий ян книга может вмещать и информацию но ее предназначение нести знания книга рупор и вместилище знаний то есть на этом полюсе и в той степени в которой книга это носитель знания она должна быть длинной долгой медленной она должна быть печатной а вот в той степени в которой книга способна вмещать информацию она должна быть электронной книгой и электронной книги это своего рода симбиоз компьютера и книги информации и знания и она имеет уже немножко другой функционал можно можно ли вообще обойтись без книги в частности книги знаний ну пару слов по о том что все-таки мы понимаем под знанием знание это сформулированное в отчетливом лингвистическом формате информации с возможностью воспроизведения и передачи от человека человек то есть это прежде всего человеческая размерность информации так можно сказать знание предполагает лингвистическую форму форму суждения которую мы понимаем психофизиологическую объективную форму то есть форму которую мы способны воспринять в виде звука или текста или видео и смысловое понимание и особенно важно вот здесь третий пункт гносиологии и эпистемологии имеют дело с абстрактными идеями образами суждениями категориями кирпичиками из которых складывается знание обычно никто не задумывался о систематике и форме изложения знаний знания но вот книгу вернее знание нельзя оторвать от книги вот это один из тезисов которые я стараюсь всегда напомнить сейчас модное понятие edu entertainment о некой человеческой размерности знания о том что мы не можем воспринимать чистую информацию сугубо абстрактную мы познаем трудясь играя отдыхая это все правильно действительно мы знаем по-разному в зависимости от того как мы передаем знание если мы будем знать и познавать играя но мы примерно такой же формат знаний познания получим на выходе вот книга это не не об игре книга это прежде всего об абстрактном мышлении я все время здесь акцентирую на том что книга это лаборатория знания во-первых это место где можно отделить звукоречивую форму от текстовой языковой если мы переходим все на устное преподавание обучение на устную передачу информации то мы разучимся отличать эти две формы знания дальше книги это способ который можно соединить разнообразные тексты в линейный системно организованный мега нарратив цикл лекций комплекс разделов монографии учебник так далее вот это вот интеграция знаний это тоже только то что можно достичь с помощью книги ну и наконец книга это медиум который может постигаться только в усилии абстрактного мышления книга это медиатор абстрактного мышления и самая главная вещь которую мы должны понять и помнить то что других таких медиаторов инструментов у нас просто нет то есть вне книги абстрактное мышление невозможно разработать его невозможно получить своей голове а вот собственно враг книги это динамическое рассыпающее время это вот это есть динамика нашего образа жизни в ней все становится все мобильнее перебегает гипертекст клик новость краткость это все имеет право быть оно так и происходит но нужна и вещь которая способна противопоставить этой краткости и новости противопоставить длинность и основательность и это делает книга чем больше будет рассыпаться все тем важнее будет умение собирать чем больше будет разнообразие тем ценнее будет наличие ядра и идентичности и если мы говорим о всей медиасреде то в новой медиасреде книга знаний противостоит клипу как иной способ изложения знаний это две противоположности и надо понимать ну вот мы обозначили что функция книги обязательная неизбежно если не мы не хотим показать какие потерять какие наши атрибуты человечности но надо предвидеть и негатив и то что за этим последует то есть книга это некое отстояние оппозиция к нашей стремительной потоковой сетевой эпохи она обречена на коммерческую неудачу но она цивилизационно нужна человечеству вот одно коммерческая неудача не означает неудача книги у книги остаются и даже появляются очень важные цивилизационные функции во первых функция памяти это музейная функция но музей у нас есть существует в своей в своих объемах так так говорится как говорится но он также нужен как многое другое книга помогает расщеплять истории и понимать наш повседневный поток как истории иначе повседневность вот этой мобильность гибкость динамичность она просто нас поглотит вот работать со временем может помочь только книга ну и наконец книга открывает возможность мыслить возможность которую мы бы наверное очень не хотели потерять это все надеюсь оставит нам книгу вместе с нами но надо понимать что индустриальная эпоха то есть эпоха вовлечения книги в масс-культуру прошла больше книг книга такой роли играть не будет масс-культура пошла дальше книга осталась и поэтому книга будет уходить из рынков развлечений в образовании в образовательные рынки будут исчезать книжные магазины будет исчезать вся эта рыночная инфраструктура которая была свойственна книге как феномену масс-культуры а реально книга будет немножко в другую комнатку человеческой жизни уходить книга комната которая связана с образованием с работой с трудом потому что книга это не наслаждение а прежде всего усилие и этого будет все больше книга это не развлечение а прежде всего труд и он будет все более такой обнаженный голый ну и соответственно поэтому книга не потребление а книга орудие производства инструмент который должен владеть каждый лекарство можно сказать горькое то есть вот инструмент хороший образ который показывает что мы можем мы же можем находиться на двух сторонах пользоваться квартиры и ремонтировать квартиру используя инструменты в данном случае инструмент это по ту сторону вот этой вот витрины коммерции потребления использования книг станет меньше но они будут еще важнее вот собственно то что я хотел в чем хотел поделиться размышлениями о новой функции их и будущем книги да какие-то мысли вот вы можете прочитать в моей книге но вообще хотел я подготовил еще второе уже практическую часть как было заявлено книги знаний и той работе которую на основе этого видения мы проводим не один год и даже подготовили некие продукты книжные которые соответствуют вот этому видению природы книги так что не уходите сейчас я пока посмотрю есть ли вопросы у нас это я буквально очень быстро так вопросов нет тогда перехожу к следующей страничке значит раз у нас книга совершенно новую новую функцию имеет осмыслять собирать как-то концентрировать наши знания то возникает вопрос и как мы обобщим сконцентрируем и сами книги как мы можем обобщить нашу книжную культуру вот здесь я хотел вас познакомить с некоторыми интересными нашими проектами и первые из них книжные ядро русской культуры что такое книжное ядро но разговор об этом ведется не первое десятилетие поэтому я быстро проскочу скажем так это книги которые должна иметь каждая библиотека потому что думаю что большинство из слушателей у нас имеет отношение библиотеки книжное ядро библиотеки это существенная часть книжной культуры которая полноценно и при репрезентативно транслирует книжное наследие это творческое богатство нации выраженное в печатном слове вот это кульминации своего рода концентрат концентрат книги и вот у нас такой был книжный теоретик Евсеев который сформулировал понятие книжного ядра ядро неотъемлемо и наиболее устойчивая часть библиотечного фонда включающая совокупность наилучших в идейном научно-художественном отношении книг во всем отраслям знаний и различного типа знаний отвечающих общему и особенному интересах читателей способствующих выполнению массовой библиотекой всех ее основных социальных функций книжное ядро это своеобразная микро модель культуры заключает в себе не только художественные произведения но и известные труды величайших мыслителей ученых государственных деятелей те книги которые живут веками составляют наиболее устойчивую часть ядра сегодня издается очень много книг и каждая библиотека даже ленинская в последние десятилетия и даже библиотека конгресса сша поняла что все книги собрать невозможно можно собирать только коллекции и вот собственно говоря о книжном ядре этот вопрос стал таким актуальным потому что невозможно собрать все книги но уж книжное ядро библиотека собрать обязана мы по сути дела тоже давно уже занимаемся вот подходами к пониманию этого что такое книжное ядро и вот тот с 2002 года с которого существует наше издательство мы по сути дела и начали работать над концепцией электронной библиотеки директ медиа сначала она была на дисках но задача ее та же что и сегодня собрать лучшие книги и именно книги знаний книги которые являются носителем знаний которые находятся и сегодня в активном потреблении ну а когда мы говорим о книге знаний мы соответственно говорим о неком базовом круге тематики которые определяют мировоззрение современной цивилизации вот это вот параметры этой коллекции каждая же тематика представлена некоторым компедиумом самых значимых книг несущих ключевую информацию о теме то есть это и классика и современные книги которые действительно заслуживают повышенного внимания и по сути дела вот такая книжная коллекция должна собирать комплекс наук истории математики машиностроения а каждая наука должна быть представлена такой полноценной качественной коллекцией сколько книг должно включать книжное ядро на этот счет разные мнения вот наш классик рубакин считал 20 что это где-то 25 тысяч книг это его классификация в сборнике среди книг вот пособие для библиотекари книжное ядро публичной библиотеки называется число 4000 книг это вышло в 2000 году вот по моему представлению таких книг должно быть около 100 тысяч вот и в частности мы работая над такой коллекцией сегодня собрали около 50 тысяч книг то есть это книги не только те которые каждый должен прочитать это книги которые должны должна иметь каждая библиотека их не обязательно прочитать но их нужно иметь чтобы в любой момент можно было обратиться соответственно мы строим это книжное ядро по двум таким параметрам первое это это авторы флагманы культуры которые входят в пантеон книжной культуры то есть ключевые авторы и для этого у нас на наших платформах создан сервис именитые ученые писатели а второй параметр это книги которые охватывают базовое образовательное пространство современной человека и они строятся по ступеням образования университетское среднеспециальное среднее общество общая научная монографическая литература и золотая коллекция классики ну а теперь несколько слайдов покажу иллюстрируя эти вот наши сервисы вот этот самый именитый писатель и ученый мы собрали около двух тысяч авторов и эти авторы должны быть в каждой библиотеке по каждому мы эту коллекцию формируем вместе с академией наук россии и в нее вошли все академики и россии и советского союза вот и по каждому из этих авторов наша цель собрать собрание сочинений близкой к полному многие мы уже довольно много сформировали вот по каждому имеется исчерпывающая информация и синим шрифтом те книги которые мы уже имеем нашей коллекции вот а по актуальной книге мы стараемся сагрегировать нужные для образовательного процесса книги это около 10-15 тысяч изданий в год и обращаю внимание только наше ЭБС агрегирует книгу знаний в формате монографии научной классики образовательных мультимедиа вот это наши партнеры которые тоже создают книгу знаний ну а дальше книга вот эта коллекция она конечно требует и качественной рубрикации и для этого мы создали мультиформатный каталог который может классифицировать по нескольким параметрам ну во первых это каталог ББК для научно-исследовательской работы то есть чисто научный классификатор во вторых каталог укропленных групп специальностей УГС для сопровождения учебного процесса и здесь уже книги систематизируется по тому порядку каким они как с ними работают в университетах и СУЗах основа здесь учебные пособия вот еще один формат в котором мы собираем книгу знаний это платформа научных монографий библиопланет ресурс русскоязычной научной литературы вот постепенно пополняем монографиями в них нет учебников поэтому это совершенно самостоятельный продукт вот и другие коллекции форматы аккумуляции агрегирования профильной качественной литературы и один из последних наших проектов и продуктов над которыми мы тщательно работаем ресурсный центр изучения иностранных языков здесь мы собрали литературу разных жанров и форматов которые позволяют изучать языки более 11 языков сегодня это и китайский язык не говоря об английском и русский язык как иностранный около четырех тысяч книг сюда входит даже такие издательства нигде больше не представлены у нас как пирсон крупнейшее издательство мира еще одна коллекция новый проект который тоже вам хочу анонсировать аудиокниги нонфикшн это наш новый издательский проект в котором мы озвучиваем книги по новейшим технологиям и озвучим прежде всего книги нонфикшн который не имеет больше ну которым больше никто не занимается которые не рентабельны для крупных издательств а сегодня как вы знаете востребованность аудио формата тоже резко растет это все должно быть для всех вас интересно и обращу еще в связи с книгой знаний на один формат на которых мало обращают внимание наши подписчики ну там университета а как раз с долгосрочной точки зрения мы на него делаем большую ставку это тематические книжные коллекции у нас уже более ста коллекций каждая коллекция целостная подборка лучшей литературы по наиболее значимым темам ну и здесь прежде всего тематики которые исторически развернуты то есть не только по истории но и прежде всего литературе где очень важна классика это и в богословии и в философии и филологии ну и вообще в гуманитарных науках вот каждая коллекция вот так формируется по нескольким разделам ее формируют эксперты и мы стараемся уже найти обязательно книги которые отсутствуют одна из крупнейших кластеров там группы таких коллекций это мемуарная биографическая литература которую мы интенсивно собираем другая страница это философская классика тоже множество коллекций по этих по этим тематикам ну конечно очень обширный группа тематических коллекций связанных с историей россии всемирной историей еще одна самостоятельная коллекция проекта это библиотека русской классики где уже собирается художественная литература более трехсот авторов в качественном цифровом издании мы собрали в этой коллекции более восьми тысяч книжных изданий и еще такой такой же самостоятельный проект золотой фонд научной классики более шести тысяч книг классиков науки в виде тематических коллекций ну вот обращаю ваше внимание на эти проекты как правило вот они незаслуженно низкое внимание обращают даже в гуманитарных науках хотя ясно что для гуманитария основной фонд и качество его науки составляет как раз классики и даже для такой науки как социологии сравнительно молодой не как философия науки которая начала практически в двадцатом веке девятнадцатом веке у нас один по сути классик есть который имеет хоть какое-то значение сегодня это там агюст конд да но вот уже в двадцатом веке если мы спросим можно ли сравнить например макс вебера с каким угодно современным ученым и группы ученых то на любой чаше весов макс вебер или мельдюргейм перевесит десятки сотни тысяч наших современных ученых так что вот ценности и весе классиков здесь в разных науках совершенно разный баланс и мы зная это стараемся все сокровища собрать наших наших проектах и по сути делом и единственные без которые вот так внимательно классическая литература относится ее агрегирует теперь последний последних слайдах тоже хотел бы уже такую практическую новую информацию вам подать ну во первых кроме того что мы формируем вот так сами коллекции мы можем и вам помогать их формировать в частности не только с помощью нашей уже собранной литературу но и с помощью сервиса e-corsar поиску книг по индивидуальному заказу особенно это касается классических изданий их проще найти то есть заказывайте в нашем сервисе на на наш в нашей бс и мы вместе с вами будем искать эти книги они нас нам выгодны потому что мы их долгосрочном плане собираем и они всегда будут иметь ценность вот но вообще все сейчас особенно в вот это в это такое время когда дистанционному образованию к электронным книгам привязаны внимание ну и меняются модели подписки хотел бы обратить вот о тех форматах которыми мы сегодня работаем значит ключевая ключевые формы модели у нас как остаются как так как были так и остаются это подписка на академическую базовую коллекцию полную то есть 150 тысяч книг доступа это издательские коллекции которые по отдельным изданиям издательством собирают 7000 книг но лучших книг это блочное комплектование которые мы ввели в прошлом году и они позволяют подписываться иметь доступ по различным тематикам вот обращаю ваше внимание кто еще не не вник в эту новую систему ну и по книжная покупка о котором еще сейчас сегодня поговорим но кроме этого обращаю внимание на литературу которую вы больше не найдете нигде это вот во первых проект ресурсный центр изучения иностранных языков у него очень невысокая цена от 3000 от 30 тысяч рублей начинается и платформа монографии библии планета которые я показал тоже начинается от 50 тысяч рублей если раньше мы доступ к этой платформе реализовывали только за рубежом то вот с нынешнего года и внутри страны и у них имеется очень интересные форматы получения книг на бессрочное бессрочное пользование и собственно вот последний блок с которым я вас хотел познакомить это новый режим приобретение книг насовсем библиотеки всегда хотели так же как и с бумажными книгами получать безлимитные постоянное пользование книги вот собственно настал этот момент который мы подготовили и вот нет не несколько проектов мы предлагаем вам возможность приобретать эти книги полностью в свой фонд насовсем значит это во первых коллекция книжное ядро русской культуры которые я рассказал это около 10 тысяч книг это коллекция библиотек русской классики . художественной литературы около 8000 книг и это коллекция золотой фонд научной классики около 6000 в общем это очень интересное предложение которое позволит библиотеке вот получить что-то свое основательное уже не по годовой подписки и мы эти режимы стараемся развивать мы будем смотреть от вашего спроса ну а теперь наконец под вопрос какой режим подписки все-таки наиболее эффективен поскольку вот эти вот гибкие модели они сейчас стали очень распространенными да и все-таки какой режим более эффективен по сравнению с другими я хотел бы вас познакомить здесь с итогами эксперимента одного вот такой истории подписки одного крупного университета он вначале подписывал у нас базовую коллекцию это один из лидеров с очень высокой статистикой потом изменились условия и университет решил подписаться на профильные блоки это было восемнадцатом году и наконец еще больше сократилось и в девятнадцатом году это уже была точечная подписка на выбранные индивидуальные издать издание вот и собственно почему-то я привел этот слайд потому что сейчас очень громкий тезис что все-таки для университета самые выгодные точечная подписка надо покупать книги которые нужны которые используются в рпд учебники они не что что попало вот посмотрите что получилось на самом деле в семнадцатом году когда была открыта полностью базовая вся коллекция значит в этом университете он показал рекордные показатели было открыто более 10 тысяч книг то есть использованы 10 тысяч и это 20 тысяч книга обращений на один университет очень хорошие результаты значит постранично это было прочитано 700 тысяч страниц будем считать почти миллион страниц и благодаря хорошей хорошему использованию стоимость книги средний для университета оказалось 100 рублей вот активность пользования показывает количество поисковых запросов 138 тысяч поисковского поисковых запросов и две с половиной тысячи скачанных фрагментов вот пришлось вузу перейти на профильные блоки то есть книга которая книги которые входят ну в рпд и которыми вот пользовались в основном до этого именно те специальности факультеты которые есть в данном узи и смотрите каков результат открыто книг 3600 а было двадцать тысяч шестьсот книга обращений 2100 2100 то есть еще ниже постраничная это сто тысяч страниц и 7 раз ниже вот стоимость книги поднялась до 300 рублей то есть в три раза количество поисковых запросов уменьшилась до 3000 то есть практически в 40 раз количество скачанных фрагментов 400 то есть показатели измени изменились на порядке статистика упала в десятки раз по сравнению с тем что было и следующий шаг когда перешли вот на книги которые только нужны университету да только ими и оказалось что открыты книг 1800 книга обращений 1730 постранично прочитать прочитано 79 тысяч стоимость книги возросла до 1000 рублей то есть кардинальное падение чтения и активности пользователя хотя в принципе каталог тот же самый то есть книги практически используют те же самые все три года которые вот входят в рпд которых вузы говорят что именно эти книги нужны остальное все не нужно вот мы возвращаемся к началу моего семинара когда я старался тоже вот довести этот тезис об активности и пассивности когда книга просто принесена на блюдечки когда и она используется только уже вот в случае необходимости условия в последний момент это ограничивает возможности не в разы а в порядке в то время когда человек приходил в библиотеку полноценную в которой 150 тысяч ник он имел разные потребности там где-то студенты готовили свои проекты рефераты где-то аспиранты там смотрели книги ну то есть действительно наука может развиваться только на больших коллекциях вот в третьем третий год модели уже была совершенно другая выбрана сколько-то книг которые в рпд эти книги доступны через личный кабинет университета принципе в рпд мы знаем загоняет книги которые даже сами преподаватели и читают не считают нужным они дают другой материал для студентов в общем это чисто формализованная бюрократическая такая галочка что вот эти книги там рпд доступны вузу вот такие ли книги нужны университета мне кажется нет если говорить о реальном процессе о том чтобы книга знаний работала то надо искать режимы где действительно люди читают работают книги пользуются вот такой вот результат эксперимента и делайте выводы сами ну что ж на этом я уже окончательно завершаю мой семинар сейчас посмотрим появились ли вопросы ну я видно рассказываю как сказочник который тех убаюкает и побуждает пассивно воспринимать знаний ну что ж надеюсь тем не менее что эти плевелы мысли были плодотворными и ваших головах они дальше пойдут цвести рождать свой отклик дискуссии потому что а книги еще придется много спорить ну а вообще информационная информационная среда меняется как мы видим с вами просто колоссально и завтра мы будем жить вот снова возвращаюсь нашему генеральному секретарю он будем жить совершенно в другой экономике в новой информационной среде и надеюсь от этого будет только лучше всем нам так что с таким позитивным пожеланием тогда прощаюсь со всеми вами хорошего вам дня всего доброго